пошел процесс утепления перекрытия исправление ошибок строителей обращаю внимание что мы все стыки пенем мало того мы все саморезы пенем вот видно эти шайбочки на всякий случай потому что мало ли где-то не поджало мостик холода в этих местах может капать конденсировать то есть в данном случае нас вообще нету мостиков холода по периметру оставляем небольшую щелку будем проходить пеной тоже обязательно обязательно это все надо делать крепим влаги вот если есть 25 обшивка это конечно лучше но в данном случае у нас ее нету по каким-то причинам непонятно то есть мы сразу закрепим влаги вот в местах соединения то есть из-за того что пеноплекс имеет такую форму вот эти стыки поджимают друг друга дополнительно можно саморезе как здесь выгоняли саморезе кин наискосок в пенопласт вот такие дела ну по крайней мере это выход из положения потому что весь утеплитель который вы видите он как бы роли мало играет какой очень очень много конденсатор здесь получается сейчас будет роль отсечения можно было сказать что каменную вату сделать но минус в чем в том что все равно будет влага проходить упираться в пленку и конденсировать также будет вата мокнуть то есть мы за один слой не решим этот вопрос это надо два слоя минимум снизу еще раз прогонять а это совсем другая копеечка уже мало того каменная вата дороже чем пеноплекс по моему да обрешетку дополнительно что сейчас пеноплекс он сам себя держит не крошится не сыпется а это получается то есть дополнительно еще об решетку то есть вы еще на дерево попадаете и все равно вы не решите еще помимо этого пароизоляцию снизу обязательно потому что вот эта пароизоляция на роли никакой вообще не играет сейчас в данном случае то есть она вся протекает а это говорит о чем о том что это не пароизоляция наверное а какая-нибудь ветрозащитная мембрана которая паропроницаемая так что так что вот так вот будет самое дешевле и экономично и быстро а там уже решайте вопросы уже весной хотите там перекладывайте утеплитель это уже никак не скажется по кроме отсюда да в плане пожаробезопасности экологичности можно конечно да но решает многие вопросы да получается здесь у нас теплые полы везде а такой эффект как будто не отапливается помещение за счет вот такого утепления да кстати есть вот строительство делает из двух сторон пенопласт внутри идет бетон заливается как несъемная опалубка то есть такие вещи прокатывает поэтому я думаю в этом случае тоже если вы боитесь вот этот пеноплекс но я не знаю возьмите чем сверху за шейте тем же гипсокартоном под шейте просто или я не знаю чем чтобы он не дышал да не фонил но как вариант есть еще утепление такое когда напыляет между лагами как он называется пена пена полиуретановая вот там в принципе тот же самый практически вот пеноплекс ну по крайней мере в нашей ситуации это выход из положения потому что вот такая течь на ламинат да это еще в бюджет мы еле-еле как говорится на таком варианте сошлись потому что это тоже копеечка да здесь от застройщика уже вот эти моменты решались поэтому поэтому заказчик согласился так бы может быть и вот так и работа материал застройщик оплачивать вот такие дела продолжаем работу